Вне зависимости от изменений погоды и курсов валют, в понедельник в 11.00 на радио Финам. ФМ начинается программа «Радо сегодня» 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. Напомню, что мы говорим о главных событиях в цифровом пространстве, о том, что случилось интересного за ушедшую неделю, 7-8 дней, которые предваряли вот этот вот наш сегодняшний прямой эфир. Меня зовут Максим Спиридонов, и традиционно с гостями этой студии мы обсуждаем главные, как уже сказал, хайлайты, используя красивое и уместное здесь слово, того, что случилось в интернете, в соцсетях и прочее. Гости сегодня такие. Евгений Гордеев, управляющий партнер фонда Russian Ventures. Евгений, привет. Привет. И Борис Амельницкий, президент IAB. Я вот испугался, что сейчас скажу неправильно, и сказал неправильно. IAB Russia, директор по развитию компании «Этфокс». В общем, ты по рекламу технологий в интернете. Да, добрый день, уважаемые дамы и господа. Добрый. Значит, коллеги, для вас и традиционно для нас слушателей я озвучу главные события, которые окажутся в фокусе внимания нашей программы, то есть то, что мы выделили для основательного обсуждения. Три события традиционно мы обсуждаем подробно. Хотели бы больше, но, к сожалению, эфирное время не позволяет. Итак, три события будут следующими. Google собрался производить собственные ноутбуки. Насколько целесообразен для ведущей поисковой системы мира поход в железо, так сказать. Второе событие. Рост рекламного рынка Рунета замедлился. Об этом свидетельствуют данные Акар. Насколько это драматично и драматично ли это вообще. Ну и прочие вокруг рекламы в Рунете по итогам года мы подробно обсудим. Ну и третье. Рост... А вот оно. Яндекс обошел Microsoft по количеству поисковых запросов. Вот это вот момент, который весьма любопытен и интересен как с точки зрения Яндекса, так и с точки зрения Microsoft. Значит, это главное, о чем пойдет разговор. Ну а традиционно в первом блоке, то есть в начале программы, мы еще уделим время экспресс-обсуждению других важных новостей. И первый из них. Bloomberg поставил Россию на 14 место в списке самых инновационных стран. По некоторым факторам, как, например, образование, Россия обошла даже Южную Корею и Германию. Борис, насколько тебе кажется это место объективным? Ну, в первую очередь, мне эта оценка представляется очень позитивной и отражающей ожидания многих западных стран по отношению к России. Но, ознакомившись с методикой оценки, все-таки хочу сказать, что достаточно все поверхностно, на мой взгляд, было отсмотрено. И взяли, посчитали, ну не знаю, людей с высшим образованием, которые сейчас являются притчевоязыцах. Большинство, очень многие вузы за неэффективность почему-то у нас могут быть реформированы. Ну и так далее. Все-таки очень бы хотелось, чтобы западные исследователи, западные аналитики глубже погружались в специфику устройства текущего российского науки, инновационного бизнеса. Тем не менее, приятно, что мы вот вдруг оказались на этом месте, и все-таки это какой-то аванс. С другой стороны, Жень, согласись, если Блумберг говорит, что мы не так далеко от первого места, то, в общем, это неплохо с точки зрения пиара страны в целом. Я думаю, что это абсолютно политический рейтинг, и он был как-то, может быть, пролоббирован даже со стороны нашей страны. Вот, я тоже видел методику, она абсолютно какая-то такая вот очень странная. Ну, если говорить просто про инновации, про принцип инновационности, да, то это, конечно же, количество создаваемых рабочих мест в новых индустриях. Объем рынка в инновационных отраслях. Ну, конечно, да, нет, ну, даже как бы, если брать, я говорю, простыми словами, да, это просто новые рабочие места, вот. И я сомневаюсь, что мы занимаем в мире 14 место по количеству новых рабочих мест в инновационных индустриях. Ну, в общем, у нас времени немного, как я говорил, это экспресс-обсуждение. То, что Bloomberg назвал 14-ми, неплохо, но насчет того, насколько это объективно, в общем, бог его знает. Едем дальше. Интернет-библиотека Litres начала борьбу с пиратскими читалками. И вокруг этого большой был, я бы сказал, шум, если не назвать это скандалом. То есть случилось следующее, если вы не знаете, это компания, продающая легальные книжки. Она подала жалобу, если не ошибаюсь, в Google Play и, может быть, даже, я сейчас не вспомню точно, и в App Store, то есть в главные цифровые хранилища приложений для смартфонов и планшетов, пожаловался на то, что у ряда их конкурентов, у ряда мобильных приложений есть доступ к пиратске библиотеки. И те частично были удалены. И вот вокруг этого Носахай, в общем, суть которого, то, что же вы делаете, это недобросовестная борьба с конкурентами и так далее. Евгений, слышал, да, вот эту историю? Абсолютный бред, потому что с пиратством надо бороться к качествам сервиса, а не какие-то запретительными мерами. И качество сервиса у Litres, оно оставляет желать лучше. Я как активный пользователь всех читалок, вообще всевозможных, то есть iPad mini, iPad Nexus и так далее, ну, Kindle, Kindle, Paperwhite и так далее, то есть я могу сказать, что у Litres одна из самых дурацких вообще, в принципе, историй в этой индустрии. В общем, они кругом не правы. Ну, да. Борис, а ты что думаешь? Ну, очень бы хотелось, чтобы в России как раз все вот эти кейсы юридически были отыграны. И, ну, это, мне кажется, такой необходимый этап в развитии такого цивилизованного рынка. Ну, пусть таким образом поконкурируют. То есть я за то, чтобы в России были внедрены, ну, не знаю, любые рыночные в правовом поле механизмы развития. Ну, то есть это один из них. Очень интересный кейс с той точки зрения, что сегодня фактически прообладатели подталкиваются во всех отраслях производства цифрового контента, подталкиваются к тому, чтобы не просто создавать хороший контент, но и продумывать методику дополнительных сервисов и защиты этого всего. Там, например, там Amazon просто книжки продает. Он еще и позволяет синхронизировать закладки, синхронизировать заметки, смотреть, что выделили по этих книжках другие и хранить-то вечно через доступ к разным устройствам. То есть это буквально на торрент не выложишь. Книжку можно, а вот это синхронизацию невозможно. То есть фактически новая модель работы с цифровым контентом, она постепенно переползает к тому, чтобы пиратство блокировать путем каких-то дополнительных свойств, которые не запаковываемы в архив и не укладываемы на торренты. Да-да-да. Я за то, чтобы все хорошее становилось лучше. Чтобы все хорошее было против всего плохого. Да. Я починул эту модель. Мне кажется, она очень интересная с точки зрения развития. И, возможно, она будет развиваться. Съедем дальше. Сервис интернет-компании Yahoo будет показывать пользователям контекстную рекламу Google. Соглашение об этом достигнуто между двумя компаниями. Это еще один толчок агонии Yahoo или, наоборот, новый какой-то виток развития, Борис? Ну, похожие кейсы я наблюдал и на российском рынке, и на зарубежных. Тут маятник качается. Объективная есть задача, которая ставится акционерами. Больше денег. Зарабатывать деньги. И если объективные технологии Google лучше монетизируют трафик, то их нужно использовать для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, значит, аудитория частично проходит тоже в Google. Вот это, которое ходит по Yahoo. Ну, тяжело говорить о том, есть ли какая-то миграция или перетекание аудитории, когда эти оба сервиса покрывают всю аудиторию. Не буквально переходит, я имею в виду то, что это, по крайней мере, падает в базы данных Google, и он уже может с ними работать, с этими людьми, в том числе на своих площадках, как я понимаю. Ну, мне кажется, тут Евгений что-нибудь скажет по поводу рисков огораживания и имеет ли это смысл вообще. Прежде всего, надо отметить, что Yahoo – это сильнейший интернет-бренд в Америке именно, и, по-моему, где-то в азиатских странах. В Японии, прежде всего. Да, в Японии, да. Значит, и тут надо понимать, что они сильны именно за счет своих сервисов, да. То есть вот каталог, который раньше был, там, 15 лет назад, да, он уже не актуален. Поэтому если есть возможность в середину этих сервисов поставить поиск, просто для удобства пользователя, да, и зарабатывать на этом лучше, чем на своих технологиях поисковых, то, конечно, надо ставить. Потому что пользователи все равно пользуются, там, почтой, финансовыми. И смотри, здесь не о поиске речь, обрати внимание, может быть, ты неправильно понял, здесь речь о контекстной рекламе. Потому что поиск там стоит давно, ну как, с лета стоит бинго от Microsoft и отдельная история. Я понимаю, да, но я имею в виду, что, вот, собственно, монетизировать-то поиск надо. То есть неважно, что он находит, главное, чтобы были платные... На самом деле, посмею предположить, что, имея какой-то контракт с Google о размещении его рекламы и, видимо, не расторгнув контракт с Bing, имея свои собственные продажи, Yahoo сможет оптимизировать продажу своих площадей, имея нескольких конкурирующих покупателей за этот трафик и еще больше денег заработать. Совсем два слова. Yahoo мечется в поисках каких-то путей выживания или это такая здравая, четкая стратегия? Нет, у них конкретная стратегия есть. Принято. Значит, идем дальше. У нас осталось буквально 40 секунд для того, чтобы обсудить следующее. Apple решил открыть интернет-магазин в России. Компаниейщий человек, который мог бы возглавить местную команду консультантов. Как это скажется на рынке? Как вы думаете, если они начнут сами продавать через электронный магазин свои гаджеты сразу после выхода, например? По-моему, все уже все купили, но хорошо, что они будут продавать здесь в России легально. Я не уверен, что это приведет к падению цен, потому что зачем? Ну, может быть, станет больше сервиса. Ну как, у россиян будет доступ сразу к новым моделям вот-вот. У всех платежеспособных россиян сразу есть доступ к новым моделям. Хорошо, нам пора заканчивать, к сожалению, этот блок. Через минуту поговорим о том, как далеко идут амбиции Google в нехарактерном для них сегменте компьютерной техники. Вот так вот одновременно прозвучала информация о том, кому адресована эта программа и ее название. Доброе утро, друзья, еще раз. 11.18 в Москве. Это «Рунет сегодня» от 11 февраля 2013 года. Я традиционно произношу дату не для тех, кто слушает нас в прямом эфире, думаю, что вы это знаете, а вот для тех, кто слушает нас в подкасте. То есть в записи, подписавшись на ленту подкаста либо на сайте финанс.фм, либо в iTunes, вы имеете возможность не пропускать ни одного эпизода программы «Рунет сегодня» и будете всегда информированы о том важном, что происходит в суровом пространстве. Дежурные фразы сказаны, дежурные, но важные. Значит, скажу о том, что меня зовут Максим Спиридонов, гость выпуска Евгений Гордеев, управляющий партнер фонда Russian Ventures и Борис Амельницкий, президент IAB Russia. Боюсь называть эту табликуру, почему-то меня на ней клинет. И директор по развитию компании AdFox, это также должность Бориса. И идем к обсуждению первой показавшейся нам важной новости в этой программе. Значит, каждый погруженный интернет-специалист знает, что на самой верхушке сегодня ведется война онлайн-экосистем, так сказать. На самой-самой верхушке, то есть среди тяжеловесов компаний глобального уровня. Драматизируя, можно сказать, что это война без границ, без правил, с неопределенным финалом. Крупнейшие высокотехнологические компании мира, такие как Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft реализуют один и тот же сценарий. Пытаются охватить своими сервисами и продуктами максимум виртуальных потребностей пользователя. Прежде чем обсудить следующую новость, задам вопрос таким образом. Какие на сегодня главные составляющие джентльменского набора такой компании, крупной компанией, экосистемой вы бы назвали? Что формирует эту экосистему в онлайне? Борис. Ну, в первую очередь, на мой взгляд, своя операционная система и свои интерфейсы доступа, то бишь свой браузер. То есть, в этом смысле, Amazon, он пока еще подтягивается, не является полноценным. Ну, он реализовал свои великолепные интерфейсы в виде устройств, которые он продает киндлы с заточенной оболочкой андроидом. Поэтому здесь он, на мой взгляд, не отстает от того, какое количество он их продал и насколько глубоко он в кармане каждого из таких американцев, тоже вызывает уважение. Потому что он же не просто продает для потребления контента эти устройства, а для потребления цифровых покупок и цифрового контента. Для потребления их контента и покупки в их магазине. Да, да, да. Евгений, что добавишь, кроме операционной системы? Я думаю, что, как бы, операционная система, конечно же, на вершине всего этого стоит, да. А второе – это количество подключенных кредитных карточек к операционной системе. Потому что, ну, зачем операционная система, если там никто не сможет ей пользоваться? Ну, и конкретно платить. Потому что мы уже находимся в эпохе, когда пользователь постоянно что-то покупает или даже продает во всех своих устройствах. Поэтому здесь, конечно, абсолютный лидер – это Apple. Потому что по количеству подключенных кредитных карточек они, по-моему, до сих пор лидер. Второе место занимает Amazon. И третье место занимает Google. Но Google домонетизирует вот этих бесплатных пользователей. Они действительно бесплатные. То есть, если вдуматься, да, то есть, там, большее количество людей ни за что не платят в Google. Они домонетизируют с помощью классной своей контекстной рекламы во всех своих устройствах. Поэтому… Ну, а если перечислять все-таки, значит, операционная система, окей. База данных пользователей, ну, вообще, да, плюс еще база данных пользователей с кредитками. Своя платежная система, наверное. Платежная система. Набитая пользователями. Да, набитая пользователями. Просто была история, вот если… Когда, значит, Apple пытался подключить все печатные издания в Америке, там, это 5 лет назад, да, когда еще. Тип Джобс пытался это договориться. И они не хотели подключаться по одной простой причине. Они не хотели своих пользователей отдавать, свой юзербейс раскрывать кому-то, да. Потому что, если мы все-таки говорим про бизнес, а бизнес, он в пользователях и в платных пользователях, да, то они не хотели раскрывать эту базу данных с пользователями, да. И, соответственно, без базы, там, далеко ты бизнес-то не сделаешь. В общем, вот вопрос, который я хочу сейчас подвесить неким таким вот эпиграфом при следующей новости, это вопрос необходимости наличия железа в этой экосистеме, собственного железа. Сейчас послушаем новость о новинке от Google. Корпорация Google готовится представить ноутбук собственной разработки на базе операционной системы Chrome. По сообщениям ряда СМИ, устройство будет выполнено в металлическом корпусе и оснащено сенсорным дисплеем с высоким разрешением. О том, когда американский IT-гигант официально представит свой ноутбук, пока ничего не говорится. Операционная система Chrome создана на базе LUNIX в 2009 году. У нее открытый исходный код и облачная модель работы. То есть без интернета Chromebook использовать невозможно. Первые ноутбуки появились такого характера в июне 2011 года. Это были портативные компьютеры компании Acer и Samsung. И вот теперь впервые Google, кажется, собрался заниматься производством собственного железа. Насколько закономерно вам кажется этот шаг? Куда он Google приведет? Евгений, ты как думаешь? Это абсолютный хит. Это то, что не хватает компании Apple. Железки с облачной операционной системой. Потому что через пару лет мы уже забудем о том, что бывают устройства, не подключенные к интернету. Как сейчас мы уже не представляем себе устройств, не подключенных к электричеству. Поэтому я думаю, что в связке, где вычислительные мощности переносятся в облако, пользователь получает, по сути, батарейку с дисплеем, с клавиатурой. Соответственно, устройство, которое может жить очень долго, подключенное к интернету. Это будет абсолютный хит. При том, что понятно, что Google будет полностью контролировать все действия пользователя. Ну, то есть, Google, в общем, берет и здесь пользователь в оборот, основательно и полностью. Да. Есть предмет для беспокойства? Абсолютно. Ну, предмет для беспокойства, наверное, отсутствует. Мы же не делаем ничего плохого. Что нам беспокоиться-то, да? Ну, может быть, пока что не делаем ничего плохого. А может быть, то, что мы делаем сейчас хорошее, потом будет осмыслено как плохое? Ну, потом нас и накажут тогда. А сейчас все хорошо. На самом деле, рассматривая перспективы, ну, вот, этого устройства в России, ну, больше, конечно, вопросов себе задаю. Потому что, действительно, есть бизнесы и экосистемы, которые завязаны на Google Apps, на его софтверную облачную инфраструктуру. А есть все-таки гигантские, десятилетними складывающиеся бизнес-процессы, которые опираются на, там, не знаю, Windows-архитектуру, на какие-то проверенные разного рода полномоченными органами операционные системы и все прочее. То есть, и в этом сегменте в России, ну, это все будет не так радостно. Да, конечно, гики купят себе еще по одному девайсу и будут радостно его использовать. Но вот, чтобы, действительно, человек захотел соскочить с какой-то операционной системы, которой он пользовался десятилетиями, то есть, ну, конечно, Microsoft прилагает максимальные усилия к этому, и поэтому, наверное, есть у Google перспективы. Ты имеешь в виду отрицательные усилия, да? Я не буду развивать эту тему, но я попробовал пользоваться вот как бы... Борис, я думаю, люди, которые имеют доход в районе пяти долларов в день в Индии, не пользуются еще никакой экосистемой. Я думал, сказать, что это богатые люди в Индии. Вот, поэтому и там, ну, это я, конечно, сейчас утрирую. Я понимаю, что это целевая аудитория. Но мы, соответственно, имеем сейчас целое поколение новых совершенно пользователей, которые до этого ничем не пользовались, и первое, что они делают, когда заходят в интернет, они заводят себе какой-нибудь Google аккаунт, начинают пользоваться Google Docs, Drive, Поиск и так далее. И тут их подстерегает та самая экосистема, представляете? Да-да-да, ты забыл сказать, что они заходят с Android-устройства за пять тысяч рублей. Если у них еще есть пять тысяч рублей, а так они заходят с какого-нибудь поддержанного китайского телефончика, который может стоить там и тысячу, и две тысячи рублей. Ну, да, тогда ты прав, действительно. Это массовый рынок. Они будут в перспективе такой среднесрочной пользователями этого устройства. Ну, в общем, пользователи действительно консервативны в целом по миру, но учитывая то, что есть большой запас, о котором говорит Женя, пользователи, которые, в общем, негде брать консерватизм, потому что они не были пользователями прежде. И поскольку Microsoft, возможно, действительно предпринимает определенное усилие в этом направлении, еще бабушка надвое сказала. Я хочу вот на что очень обратить внимание. В Твиттере Максим Спиридонов, мой личный Твиттер, который мы используем во время программы для того, чтобы вызывать вопросы слушателям, мы спросили, нужно ли Google производить собственное компьютерное железо. Ну и почему? И ответы некоторые довольно любопытные. Значит, первое — диверсификация бизнеса, второе — усиление своего бренда в интернете, удержание инфраструктуры для пользователя, идущего в сеть, отвечает один очень здравомыслящий пользователь. Значит, еще ответ, например, такой, если Google не сможет в рамках основной концепции не производить железо, то пусть производит. Только так. Глубокая мысль. Не до конца ее понял. Ну, то есть, типа того, что в какой-то момент, видимо, считает пользователь, Google просто придется это делать, поскольку это предполагает логика его развития. Ну и такой ответ забавный, как мне показался. Пускай выходят на орбиту и строят шаттлы. В этом смысле новость о том, что Google, если не ошибаюсь, вот недавно она прошла, то ли собирается, то ли уже строит собственный аэропорт, она тоже в кассу, то, что виртуальная компания, она выходит в оффлайн в полный рост. Вспомните, опять-таки, то, что они, кажется, в Лондоне чуть ли не целый квартал домов строят для собственных разработчиков. У них очень мощная инвестиционная политика инвестирует во все, что является инновационным продуктом, даже не бизнесом, а просто продуктом, чтобы быть на 5-10 лет впереди своих конкурентов в плане анализа поведения пользователя. И вот добавляю еще к Chromebook, есть интересное наблюдение у меня, что все практически молодые сотрудники у нас, которым там 19, 20, 22 года, они не пользуются Microsoft Office, они все сидят в Google Docs. Для меня это просто было откровение. И когда я спросил, а чего вы не пользуетесь, они говорят, а зачем это так неудобно, надо какую-то программу качать, надо ставить. А так я зашел в любом месте, отредактировал документ, сохранил, отправил и все. Перефразируя известную фразу из фильма, можно будет сказать, что скоро будет кругом один Google. Куда ни глянь, везде один сплошной Google. Ну, это волнами это приходит, потому что бывают и откаты. Это, наверное, страшный сон Волжа. Иногда везде сплошной Apple. Да. Поэтому мне нравится вот эта вот конкуренция монстров-то, поэтому... Дай бог, чтобы они все выжили и друг друга подпихивали и поддерживали. Коллеги, пора заканчивать. После выпуска новостей мы поговорим о замедлении темпов роста рекламы в интернете и оценим степень тревожности этой информации. Не прошло и пара минут, мы продолжаем. Сегодня от 11 февраля 2014 года мы рассказываем о главных событиях в церковной среде. Значит, меня зовут Максим Спридонов, гость и выпуск Евгений Гордеев, управляющий партнер фонда Russian Ventures и Борис Амельницкий, президент AIB Russia и директор по развитию компании AdFox. Вот, собственно говоря, и прежде чем погрузиться в следующую новость, которая займет нас на следующие минуты, скажу вот что. Значит, с каждым годом объемы влиятельности и значения трет рекламы растут. В следующие несколько минут мы подробно поговорим на отсчет. Однако прежде все-таки хочу спросить, за счет каких сегментов происходит этот рост. Это интервенция онлайна, вот эта вот интервенция онлайна, она что по... забирает с собой телевизор, наружную рекламу, печатную рекламу. Они падают равномерно или кто-то страдает в наибольшей степени. Борис. Ну, на самом деле, на тот результат, который показывает рынок интерактивной рекламы в России, действует несколько факторов. Почему она растет быстрее всех остальных медиа? В России именно и, не знаю, низкий старт, и объективная миграция бюджетов рекламодателей в более эффективный рекламный канал, и продолжающийся рост аудитории интернета в России. То есть вот эти все самые разнообразные факторы. Ну, а и четвертый фактор – это очень быстрое развитие рекламных технологий, связанных с интернетом. А кто теряет? Теряют все традиционные виды рекламы синхронно или все-таки кто-то больше, кто-то меньше? Нет, ну, на самом деле, все медиа-каналы теряют с разной скоростью. Ну, например, печатная реклама, именно печатные классифайды достаточно быстро взяли, уже мигрировали со всеми своими бюджетами в интернет. Вот вспомните, 10 лет назад какой толщины был туризм и отдых, и сейчас, по-моему, я не знаю, ну, может быть, он издается еще. Сейчас просто все съездили, уже никто не сдал. Ну, может быть, и такая, конечно, гипотеза, да? Ну, то есть, вот те, печатная реклама, ну, то есть, которая продавалась по полосам, и альтернативой ей была, не знаю, дисплейная реклама, в том числе, продаваемая за не просто переход, а, возможно, еще и за совершение сделки. Ну, в общем, одним словом, от онлайна, прежде всего, страдает рекламная отрасль печатная. Печатная, ну, наверное, да, то есть, она уже очень сильно пострадала, но где-то стабилизировалась, потому что проникновение интернета у нас в стране не глобальное. Хорошо, ну, как бы, в общем, как и пигров. Борис, просто, мне кажется, не хочет всех обижать, выбрал такую жертву одну. А ты как думаешь, Евгений? Я думаю, теряют абсолютно все, но не теряют как бы в минус, а просто не добирают в росте в своем. То есть, ну, понятно, что сейчас с таким ядром онлайн-пользователей, именно ядром, который каждый день заходит в интернет, да, ну, понятно, что все бюджеты, весь фокус переходит в интернет. Поэтому просто, ну, понятно, у нас экономика растет, и все бы индустрии, если бы интернета не было, они бы росли еще быстрее, но я думаю, интернет на себя забирает очень много. Окей, сейчас рассказ о новых этапных цифрах. Рост объема рекламного рынка Рунета замедлился. Такой вывод можно сделать из отчета Ассоциации коммуникационных агентств России, который был опубликован на прошедшей неделе. Согласно представленным данным, рынок интернет-реклама вырос за год на 35% и заставил более 55 миллиардов рублей. При этом объем контекстной рекламы увеличился на 45%, а медийной всего на 17%. Это в обоих случаях на порядок меньше, чем годом ранее. Интернет-реклама по итогам 2012 года, согласно представленным данным, занимает 18,9% от всего рекламного рынка России. Это чтобы дать общий контекст представлению нашим слушателям. Это на 3,1% больше аналогичного показателя за 2011 год. То есть отъедает, как уже говорилось, однозначно. Однако годом ранее прирост рынка интернет-рекламы составил 56%, а в этом, по данным Акар, 35%. Но это не на порядок различающиеся цифры, конечно же. Давайте не будем сгущать краски. Некоторое небольшое замедление темпов есть, но оно, в общем, не предмет для беспокойства. Верно, Борис? На самом деле это объективное отражение того, что рынок большой, темпы роста замедляются. То есть с низкого старта можно расти каждый год, не знаю, 200-300%. Но объективно... То есть с бешеных темпов роста перешли на высокие? На высокие. И двухдиджитные темпы роста еще сохранятся, я думаю, 3-4 года. Двузначный, в смысле? Да, может 5, да. Когда мы связывались с Акар, нам в итоге сказали, что хотим дать вам комментатором Бориса Амельницкого. Было очень забавно узнать, что мы тебя пригласили в студию уже. Как бы ты прокомментировал этот отчет? Ну, я прокомментировал именно отчет Акар об объеме рынка маркетинговых коммуникаций. Такими словами, что прогнозы по многим, индустриям и каналам оправдались и даже превзошли нижние оценки. То есть, ну, не знаю, прогноз по росту интернета с учетом того, что сработали такие факторы, как запрет рекламы алкоголя в интернете, как такой фактор изъятия тех денег, которые подпитывались предвыборным циклом в четвертом квартале прошлого года. Вот это все не сказалось на падении, и рынок вырос на 35%, хотя нижние прогнозы были где-то процентов 30. При этом выросли буквально все медиа-каналы. Например, радио показало рост 23%, то есть сформировались здоровые, интересные схемы, и радио стало более инновационным. Ожидаемо выросло и телевидение, и наружная реклама. Ну и, как вот я уже упоминал, наименьший рост показали печатные СМИ всего лишь 2%. Тем не менее, есть рост. Но давай все-таки больше говорить о том, что в нашей находится эпостасе, в нашем... Ты меня попросил прокомментировать информацию Акара, который презентовал все медиа-каналы, и я тебе ответил. Теперь давай приземлим это до... Приземлим... При виртуалем, если можно так выразиться, до наших интересов, то есть до цифровой среды, где есть интересные цифры с точки зрения роста, скажем, контекстной рекламы, которая, как и раньше, довольно здорово движется и выросла на 45%, а значит, рост как бы у нее сохраняется более-менее. А вот медийная, ну то есть по большей части баннерная реклама, она выросла всего на 17%. И это стало предметом интереса и толкований различных экспертов. Ну, я... Все выдвигают разные гипотезы. Я предложу следующее объяснение. Медийная, дисплейная, брендинговая реклама подпитываются вот теми топ-200 крупных рекламодателей, скорость роста бизнесов которых и скорость роста рекламных бюджетов, ну вот она такая, там, не знаю, плюс 17 в год, да, процентов. А рынок того, что называется контекстной рекламы, туда включается и таргетированная, и туда же приклеили, насколько я понимаю, вот все, что называется продажа за результат. Это подпитывается деньгами десятков тысяч рекламодателей из малого-среднего бизнеса. И здесь вот как раз запасы роста гораздо выше, потому что бизнес, малый и средний, бурно растущий, получающий прямой отклик и понимающий мгновенную эффективность, склонен к тому, чтобы инвестировать. И тут, я сказал бы, ограничения находятся в объеме этого инвентаря. Ну, то есть количество поисковых запросов в поисковых системах, оно там не выросло там на 45% за год. Ну да, и в этом смысле, кстати говоря, в контекстной рекламе поговаривают уже... Продали бы еще больше, если бы было больше поисковых запросов. В контекстной рекламе агентства поговаривают о том, что назревает определенный кризис. То, что маржинальность бизнеса агентств, занимающихся контекстной рекламой, она падает. О том, что пользователи слишком отчаянно бьются за высокие ставки и порой сами себя обманывают этим самым. То есть, когда в определенных направлениях и поисковых запросах цена клика становится просто нездоровой, очень высокой. Вот, а вот медийная реклама, все-таки вернусь и обращусь к Евгению. На пресс-конференции Акаровец, президент Mail.ru, Mail.ru групп, если быть точным, Алексей Котков предположил, что замедление роста медийной рекламы связано с тем, что интернет-площадки сами сознательно стали сокращать количество баннеров, чтобы не раздражать пользователей. Согласен ли ты с таким мнением? Нет. Я думаю, что, ну, если мы говорим про какие-то самые большие площадки, то, конечно, они пытаются сократить инвентарь, чтобы выглядеть более красивыми. Презентабельными. Презентабельными, да. Потому что у пользователей есть выбор, пойти там, где много рекламы или где мало. Это уже является, конечно, возможностью такой зарабатывать больше, сокращая инвентарь. Но самый главный момент, который стоит напомнить, то, что у многих площадок не продано до 80% инвентаря. И сейчас вот этот год, и вот то, что мы сейчас, да, программа с Борисом как раз обсуждали, этот и следующий год, это такой переломный момент в развитии медийного рынка, потому что весь этот инвентарь сейчас выйдет на аукционную модель. На RTB прислал это. Да, RTB. Реалтам бидинг. Реалтам бидинг, да. Вот. И уже сейчас крупнейшие, соответственно, бидеры компании, которые покупают аукционы, они делают до, участвуют в примерно 250-300 миллионов аукционов в день, проходят в России по площадям. То есть можно представить, какой-то огромный инвентарь, который можно на самом деле купить сейчас за очень маленькие деньги, потому что он остаточный и практически неликвидный, его не продашь никаким большим пакетом и так далее. Ну, то есть я думаю, тут Борис, как представитель компании AdFox, компания, которая является лидером, одним из лидеров рынка риалтам бидинга, да, ну, в инфраструктуре риалтам бидинга, он, наверное, лучше даже расскажет. Важный момент, который хочу обратить внимание, то, что последние годы баннеры, в общем, потеряли в Рунете. Причем так, заметно. То есть пользователи их недолюбливают, как правило, как любой вид рекламы заметной. Подожди, Борис, я закончу мысль. Я вижу, что ты хочешь. А телевизионную рекламу обожают. Да, они, в принципе, любят рекламу, просто баннер — большая реклама, контекст, он менее заметен, текстовые строчки, они не так ребят в глазах. Вот, значит, и в связи с этим вот RTB, пожалуй, позволяет баннерам пережить определенный ренессанс. И, возможно, это будет на ближайший год, а может быть парочку, в связи с тем, что происходит в этой отрасли, таким вот новым толчком жизни медийной рекламы. В Твиттере мы спросили, в Твиттере Максим Спиридонов, в котором мы задаем вопросы по ходу программы, является ли, на ваш взгляд, баннерная реклама эффективным рекламным инструментом, и почему, если является. Ответы были такие. От «Разве еще есть баннеры?» «Ах да, у меня же Adblock», то есть система вырезания баннеров, с которой, по-моему, стали пользоваться все меньше пользователей. Еще версия. «Только в роли напоминалки, в кавычках, о бренде». Даже если человек не кликает, скорее всего, он замечает ее сам. Ее сам бренд. Действительно, баннерная реклама стала многим таким вот инструментом наружной рекламы, фактически, в каком-то смысле, то есть имиджевого характера. Значит, еще вариант. «Считаю, что нет, это устаревший вид рекламы. Глаза современного человека уже натренированы ее не замечать». Борис, теперь тебе слово. Я тут хочу не согласиться по четырьмя или пяти тезисам, которые прозвучали. Остаточный, неликвидный, ненужный трафик. Я бы не пользовался этими терминами. Вообще хочется уйти от разделения контекстная реклама и баннерная. На самом деле современные коммуникации, вот визуальные, которые есть через мобильные устройства, таблеты, видеоролики и все прочее, это точка, где берется внимание человека, а дальше она уже конвертируется, в том числе, через вот эти все, всю экосистему RTB. И что это такое, да, то есть это всякие наработки, которые были и в контекстной рекламе, как аукцион, таргетирование берутся и приземляются на все остальные медиа-каналы. Вот что такое, что RTB. То есть наработки контекстной рекламы в баннерную, если сказать просто, и можно ожидать эффекта хорошей конверсии для рекламодателя. Ну да, фактически все рекламные каналы в онлайне консолидируются технологически и логистически, и, в общем, растут вовсю. Через минуту обсудим небольшую, но приятную для патриотов победу Яндекса над Майкрософт. 11.48 в Москве остался еще один блок программы «Роднед. Сегодня». Мы в прямом эфире рассказываем о том, что важного случилось на ушедшей неделе в области цифрового пространства. Это программа от 11 февраля 2017 года. Если вы слушаете нас в подкасте, теперь вы знаете дату выхода этой передачи. Те, кто не слушает нас в подкасте, немедленно подписывайтесь на ленту программы либо в iTunes. При поиске ровно сегодня вы найдете подписку на нее, либо через сайт программы «Нафинам.фм», и тогда вы не пропустите ни одного эпизода передачи. Значит, идем дальше. Напомню, что в студии, как и прежде, Евгений Гордеев, управляющий партнер фонда Russian Ventures и Борис Амельницкий, президент IAB Russia, директор по развитию компании «Эдфокс». Меня зовут Максим Спиридонов. И, собственно, следующая тема, которую мы взяли в основное обсуждение. Как известно, компания Яндекс, особенно после выхода на IPO, все активнее смотрит на Запад. И прежде чем перейти к обсуждению следующей новости, хочу спросить вас, коллеги, верите ли вы в то, что со временем Яндекс составит реальную конкуренцию безусловному лидеру мирового поиска Гуглу? Не только в Рунете, разумеется, да, имею в виду, а и во всем мире. Борис. Я не только верую, верю, я верую. А ты микрофон опусти. Ой, да, извините. Верую. Вот, понятно, так. Евгений. Я думаю, что, конечно же, нет, потому что, ну, специфика российского рынка, она дает Яндексу конкурент преимущества локально, но глобально там Яндекс, ну, ничем не лучше Гугла. Я не помню, кто сказал сейчас, не очень, наверное, это красиво говорить, но вот есть такая фраза у кого-то из святых, кажется, католических, верую, ибо абсурдно. Вот буквально. Это было сказано про христианство. На самом деле, я не хотел бы, чтобы ты воспринял, как циник из гиков, вот так вот привратно, да? Я шучу, разумеется, я тоже хочу верить. Я на самом деле верю в российскую, все-таки, математическую школу, в российских инженеров, не знаю, а там в Гугле на четверть бывший наш народ, поэтому... Так вот, видишь, своими придется бороться. Почему же бороться? Может быть, мы их заслали, а потом, когда мы здесь вот построим великолепные условия жизни, развития, каждому выдадим поместье, они все сюда вернутся, и как раз, в том числе, под брендом Яндекса сделают лучшие технологические решения для всего мира. Мы их отзовем и построим встроенные ряды, и отправим, в общем, на фронт борьбы с Гуглом. Ну, мне кажется, все-таки люди любят разнообразие. Всегда будет процентов 10 людей, несогласных с каким-то глобальным лидером и жаждущей альтернативы. Окей, послушаем про небольшую победу отечественного производителя. Поисковая система Яндекс заняла четвертое место по числу обрабатываемых запросов и обошла по этому показателю корпорацию Microsoft, а потом сообщила американское издание GigaOM со ссылкой на данные аналитической службы Comscore. Согласно им, сервис Яндекса уже в ноябре прошлого года обработал на 140 миллионов запросов больше, чем его американский конкурент. В декабре этот разрыв увеличился примерно в два с половиной раза. Ну, добавлю, что первые три места по количеству запросов среди мировых поисковиков занимают Google — 114 миллиардов запросов, это 65% рынка. Baidu — 14 миллиардов запросов, это 8% рынка там с копейками. Baidu — это китайский поисковик, который мы не знаем и не видим, но он там силен, поскольку другие, в общем-то, фактически не могут работать нормально в силу политики китайских властей. И Yahoo также, в общем, имеет определенное количество запросов. Это 8 миллиардов с копейками, это 4,9%. При этом надо сказать, что Yahoo используют, в общем-то, механизм Bingo. То есть вот тот самый Bingo, который оттеснил на пятое место Яндекс, став после трех названных, на самом деле, в общем, работает и на Yahoo. То есть если консолидировать Bingo с его пятым местом и Yahoo с его третьим местом, то, конечно, Яндекс пока что не вышел на такие серьезные позиции. Но тем не менее, как могли бы эти цифры покомментировать, Борис? Мне нравится тренд. Ну, в общем, да. И я испытываю гордость. Я бы сказал вот о чем. Наверное, не так интересно обсуждать факт того, что Яндекс вышел на четвертое место, учитывая то, что пока что это не очень большие цифры. Ну, это здорово, но как бы не очень большие цифры. А вот я бы поговорил о Microsoft, о их онлайн-политике, раз у нас есть на то время и возможность, и том, насколько она эффективно сейчас воплощается. Хорошее сравнение, которое использовал один мой знакомый насчет Microsoft полгода назад, поставив их в одну линейку с вот этими уже названными экосистемами Google, Facebook, Apple и так далее. Он так назвал это Microsoft. Танк на гоночном треке. Ну, типа того, что все эти болиды, да, такие, Формула-1, а Microsoft большой, сильный, но очень медленно, неповоротливый. С осени по заявлениям Стива Балмера, руководителя Microsoft, Microsoft сильно перестраивается, но они и прежде перестраивались, и смотрят в онлайн активно. То есть вот интернет, обычные сервисы и все такое прочее. Удается им это, Евгений? Ну, знаете, я просто вот скажу как потребитель, не как эксперт, как потребитель. Я полгода назад пытался запустить облачный сервис Office 365, и, честно признаюсь, вот хуже продукта я, наверное, не видел вот, ну, за долгое время. Ну, есть мне понравилось какие-то пройти там 3 или 4 регистрации, какие-то подтверждения, там, куча всего. И, в конце концов, когда я увидел, что там внутри, то есть это, знаете, это даже не Google Docs, вот, это, наверное, вот Google Docs, если бы его где-нибудь переписывали, не знаю, школьники в Рязани, вот, потому что, ну, это абсолютно просто провал. В свою очередь мы видим такой продукт, как Outlook.com у Microsoft, то есть совершенно очевидно, что есть конкретные перекосы в компании, то есть единая стратегия. А этот продукт тебе нравится, да, как специалисту? Ну, он, по крайней мере, нормальный, то есть я им как бы не пользуюсь, ну, я посмотрел, мне понравилось, все хорошо, я представляю, что он имеет хороший потенциал. Возьмем Windows Mobile новый, конечно же, просто... Windows Phone. Ну, Phone, да, 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 ну, видите, как много переименований, как бы, вот, наконец-то пришли, может быть, к чему-то хорошему. Кстати, вот Outlook, это тоже ведь результат консолидации различных почтовых сервисов Microsoft. Прежде всего, Hotmail, который давно у них является таким ядром для одержания пользователя. Hotmail, Live и, собственно, Outlook. И вот Windows Phone, соответственно, тоже очень хороший продукт. У меня он был там с самых первых таких прототипов, там еще там несколько лет назад, да, когда там года два, наверное, назад. Вот, я тоже считаю, что отличная перспектива у продукта. А, в свою очередь, там, вот, тот же Office, но настолько вот, даже десктопный, настолько плохо сделан, что... Просто видно... При этом у Microsoft, например, есть абсолютный хит, это компания Xbox, ну, как бы, продукт или компания, не знаю, как правильно, да, которая является лидером в игровой отрасли. И круче... Вот, я сам не играю, но вот мои друзья, которые игроманы, они говорят, что круче Xbox вообще ничего нет. Ну, можно спорить, но он точно находится среди лидеров. Ну, вот, то есть, видно, что в каких-то местах они там выстреливают, в каких-то нет. То есть, видно, что политика неравномерная. То есть, надо просто это делать. Ну, смотри, у них есть Skype, который, в принципе, они довольно хорошо тащат, и он развивается как ни крути. У них есть мощная вот платформа Microsoft Windows, которая все еще весьма сильна и будет сильна, несомненно, долгое время. Посмотрим. У них есть Bing, который потихонечку развивается. Как, все-таки шатка-валка, но вроде идут в онлайн и догоняют вот эти вот гоночные болиды. Как ты находишь, Борис? У Microsoft достаточно ресурсов, чтобы сделать конкурентоспособные продукты, востребованные. И, конечно, очень приятно наблюдать, знаешь, такую битву интеллектуальных и технологических стратегий, потому что от решений, которые сейчас принимаются, да, зависит то, что будет с ними через 2-3 года. Ну, вот, посмотрите на Nokia 5 лет назад и сейчас. То есть, как бы, с точки зрения бизнес-кейсов, это все очень весело и интересно наблюдать. Ты думаешь, что Microsoft через 5 лет будет как Nokia, да? Как в этом тренде. Минус 90%. Я не готов предсказывать, да, то есть, но вот сейчас некая такая точка и сделано достаточно шагов, и есть достаточное количество стратегических конкурентных преимуществ, чтобы реализовать любую стратегию. Ну, здесь можно согласиться и вспомнить, по-моему, слова это были бы Билла Гейса, который всегда говорил, что, ребята, мы находимся всего лишь в 18 месяцев, от полного провала, полного разорения, поэтому... Ну, это, кстати говоря, актуально, мне кажется, любая компания технологическая, может быть, даже еще и меньше-то, в 6 месяцах, я бы сказал. Я думаю, Microsoft просто надо много и покупать, то есть, инновации они делать не могут, как бы, вот, создавать что-то внутри они не могут, просто пусть покупают всех подряд, то есть, вот, как в свое время они, по-моему, купили команду Xbox, или просто инкорпорировали, там, с нуля, там, профинансировали, да, как они купили Skype и так далее, то есть, им надо просто все покупать, пока у них есть много кэша и есть капитализация, то есть, для M&A у них есть хороший потенциал, им надо просто скупать, потому что, если посмотреть на все-таки, опять-таки, на бизнес, да, на динамику акций, они, по-моему, за 5 лет-то ни вниз, ни вверх, как бы стабильны, как 200, там, чем-то миллиардов стоят, так и стоят, то есть, это, конечно, стабильность, это признак, может быть, мастерства, но не в плане акций. Коротко вернемся к теме поисковых систем, раз уж мы начали с нее, в Твиттере Максим Спиридонов мы задали вопрос, простой, незатейливый, какими поисковиками вы пользуетесь и почему? Ну и ответы довольно предсказуемы для нашей аудитории. Google, ответ, корректный поиск технической и научной информации. Google, опять-таки, ответ, привычка и результат устраивает. Еще ответ, Яндекс, в Рунете чуть лучше выдача, плюс карты, деньги, почта, ну, то есть, тоже твоя экосистемка. Яндекс, в Рунете, это очень крутая игра. Еще ответ, только Яндекс, привычка уже. Далее, Google, 80%, 10% Яндекс, 10% Яхуджапен, у нас такой вот есть слушатель. Значит, у Google лучше поиск по картинкам, еще один ответ. Ну и вот такой ответ, например, Google, потому что Google. Все-таки, завершая программу, хочу еще раз спросить, подвинет ли Яндекс хоть немножко Google на мировой линии, и где еще на каких рынках может двигать, кроме русскоговорящих? Как ты думаешь, Борис? Ну, я думаю, что подвинет, потому что природа все-таки не терпит пустоты, и одного игрока, и действительно свои, там, не знаю, 2-3% на тех рынках, куда они выйдут, они получат только за счет любопытства, за счет продвинутой аудитории, которой нужно больше, чем просто поиск, и, ну, не знаю, что там, Турция, Польша и далее везде, да. Ну, то есть пойдет он, скорее всего, в развивающиеся страны, Евгений. Ну, ребят, давайте, смотрите, Китай, Индия, вся на андроидах, и что такое Яндекс, там не знают и никогда не узнают. Если мы говорим про рыночную долю, то доля, конечно, будет, он, Яндекс будет расти, а доля уменьшаться, то есть, ну, такие. Ага. Ну, то есть не дать ему рынков развивающихся стран. То есть 3% не даешь даже? Я не знаю, там, сколько сейчас, но я думаю, что он будет расти просто в каких-то... С 0 до 3. Да, в каких-то странах он будет расти, в абсолютных цифрах, но в процентах, конечно, уменьшаться. Все, коллеги, спасибо большое вам за эту беседу. Спасибо большое, да. Это была программа «Ранат сегодня» от 11 февраля 2013 года. Слушайте нас каждый понедельник и пока.